Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Сегодня в Сочи стартуют Всемирные хоровые игры. Краснодарский край представляют 25 коллективов. В социализм по новой трассе в Адлерском районе завершился ремонт сразу двух сельских дорог. Бурлаки на Черном море. Сочинец Юрий Бурлак решил отправиться в плавь до Севастополя вместе с женой. Сочи принимает всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. На Черноморскую чайку приехало рекордное количество участников. В Крымске вспоминают жертв наводнения 2012 года. Памятные мероприятия начались с богослужения в Свято-Михайло-Архангельском храме. После траурная колонна прошла с зажженными свечами по улицам города до памятника Стена Плача. 7 июля у монумента отслужат панихиду. Сегодня губернатор направил телеграмму в адрес исполняющего обязанности главы Крымского района, где отметил, что память о погибших навсегда останется в сердцах кубанцев. Наводение в Крымске в 2012 году унесло жизни 156 человек. Эта страшная трагедия унесла сотни жизней, разрушила судьбы, погубила планы и надежды людей. Тогда на помощь Крымску пришел весь край, считая долгом чести, долгом своей совести помочь пострадавшим землякам. Время скорби и боли объединило нас. Сегодня в Сочи стартуют всемирные хоровые игры, а днем организаторы провели пресс-конференцию. Идейный вдохновитель музыкального форума Юнтер Тич рассказал, почему местом проведения был выбран Сочи. А глава города заверил, благодаря всемирным играм на курорте запели буквально все. У нас поют около, на площади у кинотеатра юбилейный, это микроволен Донской и Маманьки. У нас запели в селах, в аулах, думаю, что начнут. Я им сказал, что вот все, закончилась стихийная песня, помогли теперь петь. И вы знаете, что буквально в смысле слова для всех это вызывает вот какой-то небольшой такой радостный смех, а на самом деле так и произойдет. По словам идейного вдохновителя хоровых игр Юнтера Тич, Россия – одна из немногих стран, где на высоком уровне развито хоровое пение. И именно это было главным критерием для выбора места проведения хоровых игр. Сочи же в очередной раз доказал, что способен провести мероприятия мирового масштаба. Первый раз я посетил Сочи во время Олимпийских игр. И тогда уже понял, что ваш город может с успехом принять хоровые игры. Для этого здесь есть все условия. Я поражен вашим городом и его красотой. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Сочи – чемпион мира по хоровым играм. Это девятые игры. И нигде за всю историю проведения еще не было такой отличной организации. По словам организаторов, несмотря на то, что конкурсная программа начнется только завтра, российские коллективы уже удивили их своей музыкальностью и выбором репертуара. Поэтому соревнования коллективов они, как и многие слушатели, ждут с нетерпением. Приветствие участникам девятых всемирных хоровых игр направил глава региона Вениамин Кондратьев. Вот что он написал на своей странице в Твиттере. Сегодня в Сочи начинается очередная олимпиада. Только на этот раз вокальная. Город принимает всемирные хоровые игры. Все участники большого международного конкурса – самодеятельные коллективы. От одной кубани 25 команд. Будем болеть за своих. Площадь у Зимнего театра закрыта для движения автомобилей. Временные изменения будут действовать в дни проведения всемирных хоровых игр с 6 по 16 июля. С помощью дорожных знаков организован объезд здания. Кроме того, в эти дни работа общественного транспорта продлена до 2 часов ночи. Вообще, сегодня ночью в Сочи сразу на нескольких участках изменится схема движения. В первую очередь это коснется поворота на бытху и трассы в районе пансионата «Известия». Связано это с возросшей транспортной нагрузкой. В город приехали миллионы гостей, многие из них на своих автомобилях. И действующие схемы движения уже не позволяют полностью избежать заторов. Для удобства жителей и гостей курорта продумана новая логистика. Здоровая ситуация в городе. Эту фразу сотрудники полиции повторяют сотни раз в день и просят автомобилистов проехать по объездной дороге. В районе спутника По стоит круглые сутки. В помощь ДПСникам по поручению властей города направлены казаки. Мечты горожан сбылись. Теперь зимой и летом сюда приезжают миллионы туристов. И к двум сотням тысяч постоянно зарегистрированных автомобилей каждый день добавляется еще по 10 тысяч. Созданная на курорте к Олимпиаде транспортная инфраструктура избавила город от пробок. Появились объездные и развязки. Но почему-то каждый хочет проехать только через центр города, не обращая внимания на установленные по трассам информационные табло. Мы просим подойти к ним с пониманием. Есть, наверное, реальная необходимость воспользоваться где-то общественным транспортом, пересидеть на маршрутке и тем самым освободить центр города. Мы же даже рекомендуем воспользоваться обездными дорогами. Сейчас там нормальная проезжаемость. Проблемные участки Сочи от заторов поможет избавить принятый комплекс мер. Из микрорайона Бытха частным машинам теперь будет запрещен поворот в сторону Адлера. Для общественного транспорта эта возможность сохранится. Также здесь заработает светофор. Он сдержит транспорт сбытки, при этом максимально пропуская поток по федеральной дороге. Соответствующие знаки разметку разместят сегодня ночью. А сочинцев призывают быть максимально вежливыми на дорогах к гостям курорта. Заторовые ситуации, которые возникают в городе, они, конечно, наверное, не способствуют какому-то хорошему облику для наших гостей. Поэтому, во-первых, бы хотелось сказать о том, чтобы те уважаемые предприниматели, сотрудники заведений, ресторанов, гостиниц, которые работают в нашем городе, чтобы они старались перемещаться на свою работу на общественном транспорте. Ну, а если все-таки они едут на своем личном, чтобы они парковали свой транспорт не возле своих заведений, оставляя те места для гостей, да, а все-таки на парковках, которые предусмотрены для транспорта личного. Изменится схема движения и в Адлерском районе. В районе заправки у пансионата «Известия» будет запрещен разворот только грузового транспорта длиной более 6,5 метров, который движется из Сочи и поворачивает в сторону Кудепсты. Кроме того, будут запрещены остановки в так называемых подъездных карманах. Автобусная остановка, которая богата магазинами и закусочными, будет перенесена на 100 метров дальше в сторону Сочи, а сам нынешний подъезд закрыт. Также будет изменена разметка на федеральной дороге. Автомобили, разворачивающиеся со стороны Сочи, не смогут перестроиться из ряда в ряд. А в районе железнодорожного вокзала разворот под мостом станет двусторонним. Все эти изменения начнут действовать уже сегодня ночью и останутся на постоянной основе. По мнению аналитиков, такие перемены позволят значительно сократить пробки в городе, тем самым улучшат качество жизни и отдыха на курорте. Татьяна Говоркова, Кристина Хищенко, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Адлерском районе завершился ремонт сразу двух сельских дорог. Одна ведет в популярный скай-парк, другая в поселок «Социализм». Долгие годы его жители ждали ремонта трассы, и теперь, как они сами шутят, здесь наступило то самое светлое будущее. Для жителей поселка это без преувеличения дорога жизни. Она проходит через несколько густонаселенных пунктов Адлерского района, в том числе и через село Черешня. Ремонта местные жители ждали несколько десятилетий. Последний раз полотно латали еще в советские времена. В конце прошлого года на сходе граждан сельчане попросили главу города помочь в решении этого вопроса. Ждать долго не пришлось, бригады сдали объект в конце июня. Отремонтировано порядка 4 километров покрытия двухслойного, общая протяженность 4 километра. Площадь покрытия 23 тысячи квадратных метров. Работы закончены по улице Сормовской до поселка «Социализм». Теперь люди с гордостью говорят, что советская сказка стала былью, и поселок полностью оправдывает свое название. Налажены автобусные сообщения. Благодаря такому благоустройству и заботе властей и стоимость домов с окончанием дорожных работ значительно повысилась. Дорога для нас – это да, это жизнь. Это, как говорится, шастие огромное. Намного лучше. Мы очень спасибо большое говорим и администрации, и всем, кто этим занимался. Особенно нашему мэру спасибо. Другая дорога, которая тоже долго ждала своего часа, ведет в поселок Казачий Брод. По ней люди добираются до популярных туристических объектов Ахштырской пещеры и Скайпарка. Ею же пользуются жители Голицына и Каменки. Качество ремонта Анатолий Пахомов решил проинспектировать лично. Работая дорожников, глава города остался доволен, однако ложку дегтя внес водитель бетономешалки, который проигнорировал знаки, запрещающие движение большегрузов в этом направлении. Глава города отмечает, что недопустимо преследовать свои интересы в ущерб всем жителям села. Если вдруг здесь появятся опять грузовики, которые возят щебень, значит принимать меры ГАИ вызывать, транспортную инспекцию, потому что они эту дорогу опять убьют. Ее только сделали. С начала года в Сочи отремонтирована 71 улица. Общий объем ремонта дорожного полотна составляет около 33 тысяч квадратных метров. До конца этого года запланирован ремонт еще 47 улиц. В Сочи прошел очередной этап операции «Внимание, джипинг». Это часть комплексного профилактического мероприятия «Курорт-2016». Основная цель – выявление нарушений при перевозке экскурсантов на горных туристических маршрутах. Рейдовые группы выехали на место нелегальной стоянки экскурсионных автомобилей. Там было обнаружено несколько автомобилей ГАЗ-66, кузовы которых оборудованы для перевозки людей. В ходе осмотра машин выявлены серьезные нарушения технического состояния грузовиков. Нарушения правил перевозки пассажиров. Кабины порой были фактически разрушены. Так, при осмотре одного из автомобилей в руки сотрудников ГИБДД посыпались гайки и другие запчасти. Между тем, этот грузовик работал на линии и перевозил пассажиров, в том числе и детей. По факту всех выявленных нарушений составлены административные протоколы, один автомобиль эвакуирован. В ходе проведения рейдовых мероприятий были выявлены грубейшие нарушения в области пассажирских перевозок. Также выявлены нарушения технического состояния автотранспорта. Многие автомобили находятся в ужасном техсостоянии, поэтому такие рейдовые мероприятия будут проходить на протяжении всего курортного сезона. Сочинское ОВД настоятельно рекомендует всем организациям и частным предпринимателям, обслуживающим экстремальные туристические маршруты, срочно привезти автомобили в соответствие с требованиями законодательства. А туристам при малейшем сомнении лучше отказаться от поездки и не подвергать своей жизни здоровье опасности. Продолжим после короткой рекламы. Сотрудники ГАИ станут крестными ребенка, родившегося на трассе Сочи-Адлер. Малыша и его маму выписали из роддома. Встречали их не только счастливые родственники. Вместе с отцом, маму и малыша встречали сотрудники ГАИ – старший лейтенант Артур Узунян и лейтенант Роман Греков. Именно они оказывали медицинскую помощь женщине во время родов, внезапно начавшихся в тоннеле на сочинской трассе. Мальчик получил имя Егор. Это не первый ребенок в семье, но единственный, родившийся в таких экстремальных обстоятельствах. Отец малыша предложил полицейским стать крестными своего сына. Они для меня герои. Сын, когда вырастет, он им будет благодарен. А я им сейчас благодарен за то, что они сделали. А пока сотрудники ГАИ подарили Егору и его семье очень нужный и практичный подарок – детское автомобильное кресло. И продолжаем выпуск. Не пользоваться услугами частных лиц, предлагающих вывезти строительный мусор. К этому сочинцев призывают в спецавтохозяйстве по уборке города и в администрации курорта. Все дело в том, что такие предприниматели хоть и берут за услугу гораздо меньше, нежели специализированные организации, но работают нечестно. Не довозят мусор до мусороперерабатывающего завода. Обычная контейнерная площадка. На улице Гранатная. Наряду с прочим мусором здесь старая мебель, дверь и автомобильные покрышки. Мусор из контейнеров вывезли еще с утра. Чуть позже приезжает еще одна машина Саха забирать так называемый крупногабарит. К нему относится любая мебель – диваны, матрасы, кресла, бытовая техника, телевизоры, холодильники, а также унитазы, ванны и оконные рамы. Рабочие с площадки забирают не все. Покрышки остались на месте. Дело в том, что спецавтохозяйство не занимается вывозом такого рода мусора. Шины их владельцы должны сдавать на утилизацию в специальные пункты приема. Таких в Сочи несколько. Обрез деревьев и любой строительный мусор, куски бетона, кафель, кирпич – тоже вне компетенции Саха. В 210 рублей 66 копеек этот тариф на сегодняшний день входит крупногабарит и ТБО. То, что мы продукты, питание, обертка и все остальное. Если вы вдруг затеяли ремонт в своей квартире или в своем доме, соответственно, это уже относится к строительному мусору. И вот здесь необходимо заказать машины. Заказать машину и вывезти строительный мусор за свой счет можно через любую компанию, которая занимается утилизацией мусора. Но в Сахе и в администрации курорта предостерегают – лучше не пользоваться услугами частных лиц, предлагающих сделать это по дешевке. Сумма, конечно, невысокая, но не включает всех затрат, которые при этом должны появляться. А что происходит? Человек берет, загружает в машину газельку, строительный мусор, тарит их в мешки, вывозит к ближайшей контейнерной площадке и там все сваливает. Так на площадках появляются горы строительного мусора, а в лесополосе несанкционированные свалки. Власти города требуют от Саха ликвидировать их, а это дополнительные затраты. В случае, если виновники образования таких свалок будут найдены, им грозят крупные штрафы от 100 тысяч рублей за работу без лицензии. Плюс конфискация автомобиля, который незаконно перевозит мусор. К ответственности могут привлечь и хозяев строительных отходов. Поэтому за услугой сочинцы должны обращаться только в специализированные компании. Только так можно навести порядок на контейнерных площадках курорта. Константин Затулин продолжает встречаться с сочинцами. Вместе они обсуждают наболевшие вопросы и ищут пути их решения. Накануне политик провел несколько встреч в Лазаревском. Один из самых острых вопросов – дефицит мест в образовательных учреждениях. Проблема решается. Так, в конце прошлого года в районе открылись два новых детских сада – в самом Лазаревском и в поселке Волковка. Однако многие школы все еще работают в две смены, а их модернизация идет не так быстро, как хотелось бы. Например, в верхней беранде реконструкция школы периодически останавливается из-за сбоев финансирования. Лазаревцы попросили Константина Затулина разобраться и оказать содействие в решении вопроса. Помощь нужна и в решении проблем участников другой встречи – в санатории Гренада. У жителей те же вопросы – о падающих доходах, растущих ценах, занятости, медицине, капремонте. И этими проблемами, отмечает Затулин, нужно заниматься на федеральном уровне. Волнуют жители Лазаревского и проблема дорог. За их состоянием федеральное агентство следит. Однако плановый ремонт из года в год почему-то совпадает с курортным сезоном. Ни для такого не секрет, что уже много лет, как начинается у нас курортный сезон, начинается ремонт дорог. Начиная с горящего ключа и заканчивая въездной группой в Сочи. И это происходит почему-то всегда летом. Именно летом. В итоге недовольны местные жители, раздраженные отдыхающие, под угрозой срыва, экскурсионные поездки. Кто бы чем не руководствовался, надо это было поправлять. Но сейчас, по всей вероятности, мы вряд ли что-нибудь в этом году сможем исправить, с учетом того, что мы уже вступили в активный курортный сезон. Давайте попробуем разобраться с этим, применить на к будущему году, так чтобы быть уверенным в том, что кроме постмажорных случаев, как в районе Тагавша и прочих населенных пунктов без полгода дорога, плановые ремонты все-таки будут осуществлены не в курортный сезон, а в предшествующее время. Найти решение предстоит в еще одной дорожной теме – организации подвоза на частном транспорте к объектам показа. Например, для жителей аула Большой Кичмай подвоз отдыхающих к водопадам на машинах повышенной проходимости зачастую единственный способ заработать в курортный сезон. Однако каждое лето они сталкиваются с проверками со стороны правоохранителей. Накануне в Кичмай вновь были стянуты силы ГИБДД и ОМОН. Такой подход кичмайцам показался чрезмерным. В течение года ничего не происходит, а ближе к курортному сезону, как откуда ни возьмись появляется или автоинспекция, или в данном случае уже ОМОН появился, для того, чтобы пресечь безобразие. Давайте вместо того, чтобы пресекать безобразие, вовремя цивилизуем все эти виды туристических услуг, разберемся вовремя, чтобы не устраивать накануне курортного сезона показательные вот такие войсковые учения. Впрочем, у правоохранителей своя правда. Безопасность перевозок должна быть стопроцентной, а водители ее в полномерии не обеспечивают, передвигаясь вдоль реки. Компромиссное решение все же было найдено. По руслу реки машинам проезжать не разрешат, но есть альтернативный подъездной путь, который обследуют и в случае положительного заключения разрешат использовать для подвоза туристов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Бурлаки на Черном море. Сочинец Юрий Бурлак со своей супругой решили отправиться вплавь до Крымского полуострова. Путешественник уже не раз переплывал море, преодолевая шторм на своем маленьком плоту. В путь отважного человека, покорившего не только Черное море, но и победившего тяжелый недуг, проводила и наш корреспондент Татьяна Говоркова. Девять часов утра, пляж Дагомыс. Гости курорта загорают на пляже и наслаждаются теплым морем, а знаменитый путешественник Юрий Бурлак готовится к очередному заплыву, который продлится до первого сентября. Путь не близкий, вплавь придется преодолеть сотни километров. Настрой отличный, боевой. Что с тобой берете в путешествие? Жену. Все заботы лягут на нее. Бензобак мой заряжать, мотор подкармливать. Мое дело греби-догреби, а ей думать надо варить. Для Юрия это пятое по счету плавательное путешествие. А вот супруга Наталья в такой заплыв отправится впервые. Намерена в сутки плыть рядом с мужем по четыре часа. Таким образом и еще один юбилей отметим, говорит Наталья. В этом году у них 30-летие совместной жизни. Даже дети сказали, говорит, наконец-то у вас состоится медовый месяц за столько лет. Когда он предложил, говорит, ну что, пойдешь со мной? Я говорю, да пойдем. А ты, говорит, не боишься? Я говорю, не знаю. Я говорю, первый раз в жизни я ничего не боюсь. Меня ничего не волнует. И мне просто даже интересно самой попробовать себя в море. Потому что я в море никогда не выходила. Вот только вдоль берега. А тянуть за собой Юрию Бурлаку придется полтоны. Это несмотря на то, что в 90-е у него была травма позвоночника. Вылечил себя он именно плаванием. Плыть и тащить за собой груз – одно из упражнений по реабилитации. Море шуток не любит, говорит путешественник. Плод под названием «Расшива» – именно так и называли суда, которые тащили за собой волжские бурлаки – снабжен по последнему слову техники. Навигаторы, инструменты, спасательные жилеты, якоря, карты. Есть даже радарные отражатели и космические радиобуй, через которые можно подать сигнал СОС. С собой необходимый запас еды, большое количество банок тушенки, овощей, 100 литров воды и другие не портящиеся продукты. Плыть бурлак будет в попутном течении, который постоянно петляет. Если нет встречного ветра и полный штиль, то пловец развивает скорость до двух километров в час. Поэтому все, кто в этот день оказался на пляже, провожая путешественника, желали ему попутного ветра. А гостья из Коврово и вовсе несколько дней наблюдала за подготовкой Юрия к отплытию. Мы его целую неделю ждали, когда он отплывет. И в дождик он тут сидел, молодец. Первый раз таких отважных людей видел. Тем более он переплывал наше море два года назад. Это вообще сказка. Первую остановку в своем морском и вовсе не сказочном путешествии Юрий Бурлак сделает в Туапсе. Все время на связи с пловцом будут сотрудники МЧС и пограничники, которые проконтролируют, чтобы Бурлак успешно дотянул свою расшиву до Севастополя. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Экзотических животных в Сочи становится все больше. Очередное пополнение семейства произошло в зоопарке Рио. Там родился сурикат и две мармазетки. Новорожденных увидела Инга Габешия. Это сурик. Так ласково сотрудники зоопарка называют новорожденного суриката. Малышу всего пять дней. Его родители познакомились недавно. Самка в Сочи прибыла всего четыре месяца назад. Сурикаты, представители семейства Мангустовых, достаточно долго искали общий язык. Довольно длительно у них такая притирка друг к другу происходила. То есть самка не очень хорошо благосклонно приняла самца. Но со временем к нему привыкла, конечно. И они договорились. Мы на самом деле не ожидали, потому что у сурикатов живот не так сильно ярко выражен, когда они беременные. И для нас это было в какой-то степени сюрпризом. Но мы ждали так 50 на 50, думали, будет или нет. Вот оказалось, что все-таки она беременная. Она, слава богу, хорошо родила, легко, без всяких проблем. Через два дня после самки суриката родила и велоухая игрунка. Она же мармазетка. Свою двойню мать многодетного семейства вынашивала около четырех месяцев. Они живут от двух особей до 13. Здесь у нас семья. Именно мама, папа, трое детей-подростков и двое новорожденных. Самец ухаживает за детьми, то есть носит прямо на себе. Передает самке только во время кормежки. Дети их не тоже так же помогают. Все семейство ухаживает, вынашивает детей. Такое положение дел для данного вида краснокнижных животных вполне обычно. Мама принимает участие только в кормлении. Вот такое лакомство в виде зоофобусов, муравьев и змей, детенышей, игрункой. Суриката попробуют через пару месяцев. А пока, как и положено, новорожденные питаются материнским молоком. Вообще пополнение семейств здесь дело обычное. Условия позволяют животным размножаться. Это значит, что здесь им комфортно. А ко всему прочему в неволе увеличивается популяция, в том числе краснокнижных животных. Бразильские игрунки действительно считаются вымирающим видом животного. Но, как ни странно, в условиях неволи они живут намного дольше. Компанию здесь оставляют макака, тукан, кролики, павлин, коза марго, а еще львенок и енот, который также родился в сочинском зоопарке Рио. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Фотографическая точность. Такую характеристику можно дать работам художника Сурена Тарасяна. Его персональная выставка открылась в музее Островского. В залах музея представлены 39 полотен. Это своеобразный итог долгой творческой жизни сочинца. Живопись Сурена Тарасяна – пример гиперреализма. Художник с поразительной четкостью передает окружающую действительность. Его полотна отличает игра света и тени. Тарасян не ограничивается какой-то одной темой и пишет все – от классических натюрмортов до живописных пейзажей. Один из повторяющихся мотивов – это авиация, увлечение которой появилось у художника еще в юношеские годы. Среди многочисленных творческих планов – серия картин с боевыми самолетами. Интересы Сурена Тарасяна не ограничиваются живописью. Одно из направлений его деятельности – это ландшафтный дизайн. На улицах Сочи можно увидеть созданные художником рукотворные уголки природы – водопады, ручьи и парки. Выставка будет работать до 8 августа. В 21-й раз Сочи принимает всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Черноморская чайка». А в этом году выполнить спортивные нормативы в Олимпийской столице приехало рекордное количество гимнасток. За очередные медали и грамоты в Сочи борются 209 спортсменок из 37 городов России. Такого, отмечают организаторы, на «Черноморской чайке» еще не было. Приехали гимнастки даже из Владивостока и Калининграда. Впервые на сочинском ковре свои достижения продемонстрируют и представительницы Евпатории и Донецка. 142 кандидата в мастера спорта, мастеров спорта, 142 человека. То есть это после Кубка России, проводим он в Пензе, все абсолютно сливки, будем так говорить, съехали сюда. Дети приезжают сюда, чтобы и посоревноваться, выполнить спортивные нормативы и получить наслаждение от нашего шикарнейшего города. Свои спортивные достижения демонстрируют и подающие надежды сочинки. Некоторые намерены связать свою жизнь со спортивной гимнастикой. «Просто мне понравилось, хоть тут и больно тянут, но все равно мне понравилось. Я хочу еще научиться на брусьях обороты делать. Вообще я мечтаю попасть на Олимпиаду». Спортсменки на сочинских соревнованиях повысят свои разряды, а еще получат памятные призы и даже денежное вознаграждение. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.